Всем привет! И сегодня у нас на обзоре три подставки для наушников с сайта Алиэкспресс. Одна находится у меня уже некоторое время, поэтому без коробки, а две другие куплены специально для этого обзора. Итак, первая подставка является самой маленькой, ее стоимость находится в районе 400 рублей. Подставка имеет приятный внешний вид и выпускается как в сером, так и в черном варианте. Подставка состоит из трех элементов – пластиковое основание, алюминиевая ножка и резиновый верх. Все элементы подставки собираются быстро и без единого шурупа. В собранном состоянии подставка обладает легким весом и имеет высоту в 200 мм. Размеры основания подставки составляют 95 на 95 мм. Главным плюсом подставки, помимо приятного внешнего вида, является ее низкая стоимость. К минусам я бы отнес малую высоту подставки, а также конструкцию подвешивания наушников. Так, если использовать большие наушники с выдвинутой дужкой, то при попытке навесить их на подставку, амбушюры начинают цепляться за ножку. В этом случае для навешивания приходится поворачивать наушники дужкой к подставке, навешивать сначала дужку и только потом опускать амбушюры. Также из-за низкой высоты подставки, большие наушники в разложенном состоянии свисают до самого основания. Явно указывая на недостаточную высоту подставки. Вторая подставка для наушников также выпускается в двух цветах, и на первый взгляд, как две капли воды, похожа на первую, только с ценой в районе 600 рублей. Помимо цвета, мне пришла черная версия подставки. При ближайшем рассмотрении, мы видим иную конструкцию крепления ножки к основанию, а также немного другую резиновую поддержку, которая выполнена из более твердой резины. Главным же отличием второй подставки от первой является ее размер. Так, вторая подставка имеет основание в 105 на 105 миллиметров, а также высоту в 240 миллиметров. Такая высота позволяет беспроблемно использовать наушники любого размера, даже в разложенном состоянии, что делает эту подставку более универсальной в сравнении с первой. Третья подставка нашего обзора является самой дорогой. Ее цена находится в пределах 900 рублей. Подставка имеет темно-серый цвет и состоит из двух металлических частей, скрепляющихся между собой с помощью двух шурупов. На дно основания клеится резиновая подложка. В верхней части ножки располагается держатель дужки наушников, выполненный из резины. Основание подставки имеет форму круга с диаметром в 130 миллиметров. Высота подставки аж целых 265 миллиметров. Таким образом, подставка является самой массивной из трех подставок, представленных в обзоре. Благодаря металлу и правильной развесовке, подставка обладает приличным весом, который увеличивается в сторону основания. Данное свойство делает подставку более устойчивой в сравнении с двумя предыдущими вариантами. Благодаря Г-образной конструкции ножки, место для навешивания наушников выдвинуто немного вперед. Эта особенность позволяет избежать соприкосновения амбушюров с ножкой при навешивании, тем самым упрощая данный процесс. Из минусов подставки, скорее всего, это особенность моего экземпляра, я бы отметил неровный изгиб ножки. Как видим, левая сторона резинового держателя наушников находится немного выше, чем правая. Выгнуть ножку имеющимся у меня средствами не удалось, металл подставки оказался очень прочным и неподатливым. Да, и еще один минус, который заметил случайно. Резиновая подложка оставляет неприятные следы на поверхности стола, которые потом трудно стереть. Так что тем, у кого белый стол, нужно быть очень аккуратными. Ну что же, это был обзор трех держателей для наушников с сайта Алиэкспресс. Надеюсь, это видео было кому-нибудь полезным. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!